Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Народные Традиции, меня зовут Илья, и сегодня мы продолжаем рубрику Часто задаваемые вопросы. Как измерить содержание алкоголя в домашнем вине? Итак, давайте посмотрим, как работает спиртомер в готовом вине. Он просто всплывает и никакие значения не показывает. Это и естественно, потому что изначально бытовой спиртомер должен показывать содержание спирта относительно его объема в воде. Так как у нас речь идет о вине, примеси, которые в нем присутствуют, дают изменение показаний. Поэтому прибор этот, в принципе, использовать бесполезно. Он предназначен для других целей, то есть для крепких алкогольных напитков. Итак, давайте рассмотрим следующий прибор. Виномер-сахаромер. Опускаем его в вино и смотрим. Значит, по шкале сахара он показывает нам 0%, а по шкале спирта он вам показывает 13%. Но в первую очередь нужно понимать, что это все-таки прибор, который измеряет содержание сахара. И если в нашем домашнем вине будет, в сухом именно вине, содержание алкоголя 5-10%, в любом случае он будет показывать вам 13% алкоголя. Эту зависимость установил сам производитель. Капиллярный виномер. Работает он по принципу натяжения воды. То есть мы наливаем внутрь стаканчика вино. У нас проходит через, так называемую, пипетку жидкость. Как только снизу закапало, мы его переворачиваем и, соответственно, жидкость будет скатываться по шкале градуировки вниз. Там, где она остановится, соответственно, будут показания того содержания алкоголя, который мы хотим измерить. Самым главным нюансом измерения этого прибора является то, что он меряет только содержание алкоголя в сухих, полностью сухих винах. Если есть сахар в вине, он сразу будет давать очень большую погрешность. Следующий прибор – ГОСТовский ариометр-спиртомер от 0 до 40. Очень многие хотят его приобрести и надеются, что он даст им показания содержания алкоголя в вине, в браге, в пиве. Но, к сожалению, это не так, потому что изначально прибор показывает содержание спирта в водных растворах. Ни пива, ни вино, ни брага таким раствором не являются. Там большое количество примесей, которые будут искажать показания этого прибора. Соответственно, он не нужен для измерения. Итак, друзья, мы рассмотрели с вами 4 прибора для измерения содержания алкоголя в домашней вине. И переходим к выводу, что в готовом напитке померить содержание алкоголя в домашних условиях невозможно. Ну, за исключением лабораторных приборов. Но сейчас речь идет о другом. То, что померить содержание алкоголя в домашних условиях все-таки можно. Для этого существует прибор-ариометр-сахаромер. Как он работает? Мы должны померить содержание сахара до начала брожения. То есть это будет являться начальной плотностью. Можем сразу пример привести. То есть начальное содержание сахара до того, как у нас отбродило вино 15%. Процесс брожения у нас завершился. И мы меряем содержание сахара конечное. То есть сколько у нас по окончанию брожения. Прибор показывает содержание сахара 0%. Так вот, по этой зависимости, по этой разнице мы и высчитываем содержание алкоголя в нашем готовом домашнем напитке. Для этого существует таблица АС-3. Нам лишь необходимо подставить наши данные и мы высчитаем разницу. Итак, друзья. Сегодня мы рассмотрели с вами способы измерения алкоголя в домашнем вине. Надеемся, что ответили на ваши вопросы. Всего доброго и только добрых вам традиций.